Контернаступ 4-5 числа начался. Так вот, за это время у украинцев погибло что-то под 40 тысяч. Погибло, и больше 100 безвозвратно не вернутся, ранены. Принес почти 120-150, ну, кто-то посчитает, тысяч. Да что ты, черт побери, такое несешь. Меня зовут Георгий Раут, и это канал Папа Медиа. Сегодня, как вы уже поняли по первому ролику, поговорим о Лукашенко. О втором диктаторе после Путина, который также пытается как-то влиять на ситуацию в мире. У него это не получается, это его раздражает, и он пытается всеми силами показать, что он все-таки что-то решает. Хотя он уже давно в своей стране ничего не решает, потому что Беларусь подняла под себя Россия. Хоть и Лукашенко пытается это все как-то обойти, чтобы это не так сильно было ярко видно, но факт остается фактом. И уже то одно, что у него сейчас этим летом появится ядерное оружие от России, говорит о том, что Путин уже давно эту территорию считает своей. Да, там сидит Лукашенко, но этот Лукашенко настолько марионеточен в руках Путина, что это как бы... Лукашенко ставит равно Путин, это будет одно и то же. Но пока не об этом. Вначале вы увидели, что Лукашенко решился заняться математикой. У него это очень плохо получилось, потому что по его подсчетам, с начала контрнаступления, которое еще не объявлено, начнем даже с этого маленького момента, Украина потеряла 150 тысяч человек. Бит, эмиральный, неважно. Я бы посоветовал этому Александру Григорьевичу, этому человеку, перед тем, как что-то говорить, хотя бы что-то почитать, хотя бы даже своих же российских пропагандистов, которые одновременно с этим заявлением, об этом сказал Лукашенко, сразу появилась информация от Мина Марона, где в черном повелом написано 7,5 тысяч человек убитыми, потеряла Украина с 4 июня. Этим цифрам тоже нет смысла верить, потому что написать они могут что угодно, особенно сейчас Шойгу, ему нужны какие-то хотя бы победы, поэтому он вам нарисует все, что угодно, он уже напишет, что взял Киев и еще раз от него отступил, лишь бы показать, насколько он хороший. На самом деле, там у них все очень сложно, да, естественно, Украина наступает и поэтому теряет, то есть им сложнее, теряет вполне возможно большее количество людей, чем те, кто обороняется, но не в таких процентах, не в таких прогрессиях, как об этом пишет российская или белорусская отреза. Украина несет потери, которые в любом случае бы понесла атакующая армия, но при этом еще из-за того, что у нас есть хорошая техника зарубежная, что это все было продумано, контрнаступление, это не с бухты-барахты, поэтому эти потери минимальны. Так вот, первое заявление Лукашенко по поводу потерь говорит о том, что он вообще, ну, очень далек от того, что происходит сейчас и в Украине, и, наверное, в мире, также он опять стал стращать всех своей ядерной бомбой, которой у него еще пока нет, которую даст ему Путин, говорит, что по одному звонку там Путину позвоню, скажу, он и сразу скажет, окей, нажмет на кнопочку, мы снимем, типа, это все порешаем. Ну, дебил, куда еще, ну, куда? Вот видно, что человек уже старческий маразм, то есть просто, если посмотреть на него, есть ролик со Скобеевой, я его в конце, потому что он там, это полторы минуты, две идет, поэтому я его в конец поставлю, потом посмотрите его в конце, там очень хорошо это все будет видно, как, то есть, как он с ней себя ведет, как он говорит, видно, что он, сказать ему нечего, ему приходится это все придумывать на ходу. И Киросиму вспомнил с Нагасаки, там у него, просто все, он уже чувствует себя, как таким боссом на бомбе. Но, опять-таки, все это очень смешно, а самое главное, еще он также пытается показать, что он там с лидерами мира сего на одной ноге, вась-вась, с тем же Путиным. И поэтому, говорит, вот мне, говорит, Путин показал договор, который прошлом весной был подписан, не подписан, а собирались подписать его с украинской страной. Там, где Крым в аренду, Донецк, там своя система, то есть он всеми силами пытался показать, что он тоже каким-то образом влияет на все эти события. Но через несколько минут уже Песков заявил, что такого никогда не было, Крым вообще мы там не обсуждали, потому что там типа российская территория, хотя какая она российская, если в мире никто, кроме России, не признает Крым российским. Поэтому пусть, что бы россияне не говорили, как бы не били себя в грудь с вопросом, чей Крым, Крым, сука, украинский, был и будет. Потому что если вы решили, что кусок земли будет ваш только потому, что вы так захотели, извините, хуй вам. Так не будет никогда. Поэтому вы еще потом будете говорить, что мы так не хотели, вы будете еще потом оправдываться. Но это уже лично меня уже не будет так тревожить, потому что главное, что Украина победит. Так вот, резюмируем все это дело про товарища Лукашенко. Давно уже его «батька не назовешь», потому что «батька сошел с ума». Нет, не сошел с ума, выжил из ума. То есть он, нет, он как бы размышляет, но, во-первых, очень медленно. Видно, что он далек от ситуации, которая сейчас происходит в мире. То есть он не держит руку на пульсе. Он просто старенький дедушка, но который не хочет это признавать и молодиться. Особенно это хорошо видно, когда он общается с женщинами, он типа еще ого-го-го, а на самом деле он уже ху-ху-ху, ну, все, уже все там, находится в переходном возрасте, ой, в переходном состоянии. С этого мира в другой. То есть он вот уже на пределе. Ну, куда с таким подходом, ну, плюс, вот, сколько там уже говорили о болезнях, потому что, ну, организм берет свое, то есть он уже не готов, не тянет. А Коля его учится, как он говорит, в Китае. Вот так и будет, умрет Лукашенко. Коля в Китае, и кто-то другой станет травить Белоруссию. Я думаю, не Путин, потому что Путин просто поставит туда фото своего ставленника. Этим все и закончится. Ну, естественно, это в мечтах, то Путина или то уже Лукашенко. На самом деле, чтобы по-другому, Украина победит уже в ближайшее время, и ничего из подобного не произойдет. А теперь просто посмотрите, как Лукашенко поговорил со Скобеевой. На этом все. Слава Украине! Самому как было принять это решение, разместить ядерное оружие? Вы же будете как цель. Как вы это для себя сформулировали? Вот вы сели вечером и как? Вот сел я и думаю, буду я целью. А сейчас я кто? Сейчас я еще большая цель. Цель еще такая, что мне ответить сложно. Вот видите, желтые, это полонезы стоят, которые нацелены туда, куда надо. Но это обычное оружие. Я вот говорил своим журналистам сейчас, я Путину, когда, я не просто его уже просил, я уже требовал, верни мне ядерное оружие. Не надо стратегически, он мне зачем? С Америкой же я не собираюсь своего тактического. Вполне достаточно. Искандер бьет 500 километров и больше. А у него боеголовка ядерная. Так вот, я ему говорю, ну, если там у тебя проблема с этими тактическими боезарядами, ну, ты мне вот сюда, в полонез, впихни ядерное оружие. Мне вот нам легче, легче поставить. Я говорю, тогда надо поставлять, потому что мы видим ситуацию. Ну, и то, что даже я сказать не могу, это под камеру. Да, мы договорились. Мы выполняем это. Поэтому целью мы были всегда, нас порвать на куски. С 20-го года хотели. Против ядерной страны, страны, которая обладает ядерным оружием, никто еще не воевал. У нас ракеты и бомбы мы получили от России. Бомба в три раза мощнее, чем в Хиросиме и Нагасаре. Но там больше 80 тысяч мгновенно погибло, 250 от одного удара. А это одна бомба в три раза мощнее. Это, ну, я не знаю, под миллион человек погибнет сразу. Не дай бог применять это оружие. Но это все-таки ограниченная территория. А я прицеплюсь тогда к вашему слову. Вы сказали, уже получили от России бомбы и ракеты. Ну, не все. Потихоньку. Когда получим, завяжем тебе глаза, когда приедешь без камеры, завезем в хранилище. Как только все завезем, оно будет рассредоточено. Беларусь у нас же хранилища этих, как собак в деревне. Серьезно, у нас их было много. Мы их уже сегодня 5-6 это восстановили. Будем больше восстанавливать. И мы рассредоточим. Мы не будем же держать в одном месте. А какая договоренность? Если вам кажется, что агрессия, надо будет созвониться с Путиным и... Слушай, вот часто слышу, а вот это российское оружие, без России, чем не применит. Слушайте, если начнется война, я что, буду смотреть по сторонам? Да нет. Снял трубку, где бы он ни был, он снял. Он позвонил, я снял трубку в любой момент. Даже вот сейчас. Поэтому, ну что тут за проблема согласовать нанесением какого-то там удара. Это не вопрос. Тут спорить даже нечего. Ну, а тут мы уже договорились. Пусть враги, Оля, трепешут. 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 Продолжение следует...